Ом Ти Ви Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Жалкое, бесконечно жалкое зрелище. Привет, дорогие друзья, и давайте начнем с настоящего имперского патриота. Такой настоящий, мощный, я бы даже сказал бы махровый. Патриот. Я патриот, и как бы чисто по своим там каким-то политическим соображениям я просто сказала, что второго ребёнка я в Америке рожать точно не буду. Поехали в Дубай. Ну как вам, настоящий имперский патриот? Говорит, не поеду в Америку, давай второго буду рожать в Дубае. И очевиднейший вопрос, а почему, собственно, в Дубае? Здесь просто надо всё правильно понимать. Да не важно, что в Дубае, ведь главный отличительный признак имперского патриота – это вовсе даже не любовь к собственной родине. Главный признак – это лютая ненависть к Америке. А здесь с этим всё в порядке. Соловинный помёт. Поехали. А вот ещё немного имперского патриотизма, так сказать, на вентилятор. Вице-губернатор Омской области Шпиленко встречался со студентами автомобильно-дорожного университета. На разные темы поговорили. Да, Шпиленко был прям в ударе. Очень его возмутил случай, когда студент спросил, а почему нас вообще сюда пригнали? Он в ответ быстро парировал, что этого студента ждёт армия, никого никто не пригонял, ну да, ну да. Но больше всего его имперский зад подгорел от того, что на одном из студентов, который ещё вопросы задаёт, посмотрите, говорящий студент, был одет в кофту с надписью «Бруклин». Он прям возмутился по-настоящему по-имперски. Что это на тебе надето? Ты что, американец? А ну-ка сними немедленно. Сразу видно, что у него на Нью-Йорк написано. Из Нью-Йорка, что ли? Они вообще это не поверили. Их там трудно распочекают. Поменяйте футболку, не позорься. В Нью-Йорке-то, то ли они с вашим житом, то ли кто, не знаю. Но судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, одень какую-то такую хорошую футболку, договорились? Не позорься. Она тебя вот на свидание не пойдёт. Если не Нью-Йорк, значит... Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Правда, сам Шпиленко, в общем-то, ни разу не одет в костюм от фабрики «Большевичка». Ни с часами полёт на руке. Да и передвигается, собственно, тоже ни на каком, ни на отечественном москвиче. Даже ни на китайском. Но имперская сущность была круто прям задета. Что это? Какие-то студенты непонятные. Ещё и вопросы задают. Это ж просто кошмар. Как так можно работать? Ну вообще ж невозможно. Вот в другом месте, в Оренбургской области. Представляете? Это вообще какая-то дичь. Это в голове не укладывается. Люди с района, с деревень требуют дорогу. Ну что за мерзавцы? Что за подлецы? Они понаехали тут дальше, где полдеревни живут. Ты не аккурат... Собрался дороги. Евгений Анатольевич, ты вообще в прямом эфире, башкой немножко думайте, что вы говорите. Понимаете, какой казус? Понакупили себе домов, живут за городом в деревне по полгода. Весь год, понимаешь, не живут сволочи такие. А дорогу заразы требуют. Ну и конечно, самая главная-то причина не в этом. Не в том, что как бы на самом деле к людям относятся. По секрету скажу такой спойлер, как говну на палке. А проблема в том, что в эфир это попало. Ну думаешь головой, что говорить в эфире. Потом можешь хоть навалить лично вместо той дороги. Причём навалить своего собственного, так сказать, вторичного продукта. Никакой проблемы нет. Можешь навалить даже на тех, кто требует. Тоже не проблема. Лишь бы в эфир всё это не попадало. Понаберут, понимаешь, каких-то недоделанных в чиновники. Они потом вот режут прям как так и есть. А эти берут и возмущаются. Ну эти как всегда. Ну вот эти вот. Вот эти, которые люди, да. Володин тут мастер словесности. Решил проявить заботу о школьниках. Говорит, надо снова, чтобы были уроки труда. Настоящие. И как пример привёл. Надо научить девочек говорить борщ. Когда речь идёт о ребятах, о девочках, надо готовить взрослые жизни. Учить варить борщ. Потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток. Либо пускай это будут какие-то новые технологии. Новые технологии взамен молотка. Электрический молоток. Нанотехнологичный молоток. Ну и, собственно говоря, нанотехнологичный борщ, очевидно. Ни никаких претензий не имея к этому кулинарному блюду. Но, блин, вот это будет адаптация ко взрослой жизни. Научиться что-то там варить. Держать что-то там. Может быть, даже молоток. Живите с этим как хотите. Но, мало того, теперь уже нам выяснилось. Это разоблачение, в котором я своё посильное участие принимал. С секретных переговоров Бёрнса с Путиным в ноябре, 5 ноября 2021 года. Оказывается, Бёрнс заключил там секретную устную сделку. Вот это очень интересно. Устная сделка. Эту устную сделку он мог заключить как бы, как сотрудник президента войны. А мог бы по собственной воле заключить устную сделку. Это мы не знаем. Но в чём суть была этой устной сделки? Он обещал, и действительно, вся его деятельность во время войны нам это демонстрировало. Демонстрировало, что он оставался в Вене Нович. Обещал Путину, что американцы не позволят украинцам наносить удары по российской территории. А Слэм обещал Путин в ответ. А Путин, вы видите, обещал, что наш удар будет ограниченный, и мы не пойдём дальше границ Украины. То есть, а мы не будем нападать на страны НАТО. Ничего себе сделочка. Ну, во-первых, мало того, что она была позорной, абсолютно позорной. Никакие мюнхенские соглашения даже не идут в сравнении. Но кроме того, она была идиотской. Путин как раз собирался напасть на страны НАТО имени. Он же как раз после этой встречи, через несколько дней после встречи с Бернсом, даты, они совпадают, Бернсом нас встречались 5 ноября, 15 ноября, русские устами этого толстомордного министра Рябкова представили ультиматум всему НАТО. Собирайте монатки, убирайтесь вон из 15 стран НАТО. И помните, как они требовали, чтобы каждый им письменно ответил государство. Это и на своей пресс-конференции после встречи с Макроном, Путин 5 февраля 22-го уже, он разболтал, проболтал со своим планом. Сказал, да, мы уступаем на конвенциональном уровне, но мы там превосходим свои политические воли, своими новыми образцами ядерного оружия и так далее. У него в этой мобилизационной группе, так называемый Путин, Патрушев, Бортников, у них был план победы в Четвертой мировой войне. Поэтому я называю Четвертой мировой войной. Это угрожая ядерной войной, заставить Запад отступить вот на те границы, на линию, классическую линию Баты и Джугашвили, максимального продвижения волоса Джучи на Запад в 1275 и в 1245. То есть его план был, и кто-то за Бернс предсказывал, в течение двух недель падает Киев, и в ореоле этой замечательной победы Путин встает на границе Балтии и Польши, размахивает своей ядерной елдой и требует уйти, вот, собрать монатки, уйти. Мы помним то состояние Запада, и я почти уверен, что вот этот шантаж он бы сыграл тогда. То есть Запад был на грани, на грани проигрыша в четвертой мировой войне, на грани ухода из мировой истории, вот благодаря и предательству, и одновременно идиотизму Бернса. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новое видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok